Сам Миронов, конечно, никакой рэп бы читать не стал, поэтому его нужно было заменить вот таким симулякром, так же, как и Зюганова, естественно. Полноценно и долго мультипликацию делать, естественно, тоже никто не будет, потому что здесь основа, конечно, не мультипликация, а сам текст. Вот. Еще раз повторю текст, который заифмовали, видимо, рэперы какие-то, но с подачи, да, как бы, либо это им было написано людьми совершенно другого поколения, из-за чего, я говорю, получился конфликт вот этой формы и содержания. Вот. Никак это не вяжется со стратегией и программой «Справедливая Россия», которая, собственно говоря, там везде заявлена, да, и с работой на их электорат и на их целевую группу. Ну, как это часто бывает, кто-то в штабе просто подсунул, что вот есть классная штука, есть классный проект, ну, вот, давайте типа реализуем. Ну, им дали там какую-то небольшую сумму, они ее реализовали. Значит, здесь, наверное, предполагается, что будет какое-то продолжение, то есть будут такие же дебатлы с Жириновским, с «Единой Россией», да, и так далее. Вот. И, значит, они могут быть, как бы, якобы интереснее, да. Но не знаю, будет ли это продолжение, просто потому, что, как бы, первый ролик пока не пошел, вот. Это симптом того, что и следующие ролики, скорее, тоже всего не пойдут, и проект, возможно, на старте будет закрыт. Но это тоже, опять-таки, зависит от того, получили ли исполнители проекта всю сумму или нет. Если они все получили, то им они вынуждены будут отчитаться, как бы, и поэтому они их выложат в сеть. Но это, еще раз говорю, с точки зрения реальной работы на голоса, это какая-то борьба за очень маленький сегмент аудитории и точно не Мироновский. Спасибо. Спасибо. Спасибо.